Даже сидя дома, можно периодически покрыться сырье, лист дыхания бывает затруднено. Для Сергея аллергика с детства каждая весна как испытание. Березовые сережки, одуванчики черемуха, от их пыльцы никуда не денешься. И каждый день приходится пить таблетки, чтобы можно было спокойно выйти на улицу и не задыхаться. В университете сейчас физкультура является обязательным предметом, хотя я, конечно, нахожусь в спецгруппе, где не нужно сдавать нормативы, но нужно все равно ходить, и да, мешает бывает. А вот здесь у нас располагаются карточки тех пациентов, которые у нас лечатся. Их количество приближается к двум сотням. Немногие в Алакжане наблюдаются у специалистов постоянно. Остальные просто не могут отличить симптомы аллергии от простуды. Они похожи на сморк, красные глаза, кашель. Часто люди обращаются к врачу слишком поздно, когда болезнь переходит уже в другую стадию. Больных, обращающихся в наш кабинет, очень много. Именно впервые с обострением полиноза. Иногда у этих больных уже не только явление полиноза, но и пыльцевой бронхиальной астмы. Комплект пищевых аллергенов, комплект бытовых аллергенов эпидермальных, и плюс комплект пыльцевых аллергенов. Молоко, рыба, злаки. Каждый аллерген в виде капель наносится на кожу. Это пробы. Другого способа выявить недуг пока нет. А причиной его может быть все, что угодно. В общей сложности специалисты насчитывают 45 видов аллергена. И если у человека есть предрасположенность к полинозу, аллергию на пыльцу, скорее всего, будет реакция на некоторые продукты питания. Береза имеет очень выраженную перекрестную реакцию с яблоками. Дальше. Аллергия к пыльце луговых трав. Перекрестная реакция к культурным злакам. То есть такие пациенты не переносят каши. Препаратам, которые лежат на этой полочке, интерес возрастает как раз в два. Может быть, даже чуть-чуть побольше. Таблетки, сиропы, капли. Арсенал средств против сезонной напасти в аптеках велик. Запаса хватит на всех чихающих. Высокий спрос на антикистаминные препараты начинается с апреля и продолжится до конца августа. Но пик продаж приходится на конец мая-начало июня, когда начинает свисти тополь. Скоро времени для аллергиков начнется сложный период в Вологде, где зацветут тополя. Как такова аллергия на сам тополин и пух встречаются редко. Но он неплохо собирает на себя пыльцу с цветов и растений, которые, в свою очередь, и вызывают поленос. Облегчение наступает лишь после дождя, когда пух и пыльца прибиваются к земле. Как обещает Вологодский гидромедцентр, до конца этой недели в областной столице ожидается осадки. А значит, и очереди в кабинет к аллергологу на какое-то время станут меньше. Александра Артамонова, Максим Тышковец, Новости Вологды.